Я вам рад сообщить, что сегодня мы приобретем на данный аккаунт новый комплект и, как по мне, на этой неделе довольно-таки хорошие комплекты имеются. Есть один определенный комплект, который я вообще считаю лучшим комплектом среди М2. Всем привет, ребят, с вами Стерванька и сегодня записываю новый ролик. В данном видеоролике мы поговорим сегодня о комплектах. Это мой аккаунтик армии. Сегодня у нас, вернее, вчера появились новые комплектики. Я вам рад сообщить, что сегодня мы приобретем на данный аккаунт новый комплект и, как по мне, на этой неделе довольно-таки хорошие комплекты имеются. Есть один определенный комплект, который я вообще считаю лучшим комплектом среди М2. Это, безусловно, комплект налетчика, это Викинга Страйкер. Ну, а сегодня мы приобретем немножечко другой комплектик, тоже со Страйкером, но это будет комплект Терминатор, в который включает в себя именно-таки Титан М2, Страйкер М2, Краску Продиджи и Резист от Страйкера М2. Почему именно-таки мой выбор пал на данный комплект, а не на налетчика? Все очень просто, у меня на данном аккаунте уже имеется Викинг М1 в фулл прокачке, а значит, он у меня уже М2 и нет никакого смысла сюда покупать именно-таки комплект с Викингом М2. Потому что уже через два звания, даже можно сказать через полтора, я спокойненько приобрету себе Викинг М2, выкачу его до М3 и никаких проблем у меня в этом плане не будет. Поэтому сегодня мы приобретаем данный комплектик, ну и конечно же мы его с вами вместе, конечно же, затестируем, посмотрим, что можно тут вообще, в принципе, увидеть в данном комплекте, где его лучше использовать, где он тащит, где не тащит. Единственный момент, который я могу сказать, конечно же, сейчас мы его покупаем, это то, что данный комплект, а именно Страйкер, без Урана сейчас, ну, не настолько нагибаторский. И до Урана мне не хватает ровным счетом 20 тысяч опыта, дабы у меня получить майора, а именно-таки на данном звании открывается данный нагибаторский, нагибаторское устройство, с которым вообще очень просто играть и нагибать. Но сегодня давайте пикнемся в контроль точек, мне надо как раз-таки выполнить заданочку, и я думаю, что в принципе даже на Титане можно будет спокойно реализовать данное вооружение, стоя где-то на определенной позиции и спокойно раздамаживая своего противника. Да, понятное дело, что этот Уран, вернее, этот Страйкер будет сейчас без устройства Уран и в какой-то степени будет тяжелее вообще все это дело нагибать, но в общем и целом я могу сказать, что Страйкер сейчас как нагибал раньше, так он и нагибает. И я более чем уверен, что даже на таких званиях в М2 модификации Страйкер ничем не хуже другого любого вооружения, и даже я бы сказал, что в определенных моментах данное вооружение сможет на изи-каточке нагибать тех же Харьков, которых он может будет ваншотить вообще в принципе с одного выстрела. Это, конечно, определенный плюс в битвах матчмейкинга, да и не только в них, но в последнее время все сводится именно таким данным режимом, и я безусловно рад, что я наконец-таки приобретаю данный комплект на свой аккаунт, потому что я давно хотел комплектик со Страйкером, ожидал, думал будет-не будет. Если, конечно же, он появится, он как прямо сейчас, он взял и появился, я, конечно же, его приобрел, и если бы, например, был такой расклад, что, например, появился бы в гараже у нас налетчик, но не было бы данного комплекта, который я сейчас купил именно-таки Терминатора, то я бы очень сильно задумался, возможно, даже я бы приобрел бы комплект с Викингом М2, потому что Страйкер это та пушка, которая в последнее время мне очень-таки нравится, и на любом аккаунте, на любом звании я никогда не смогу сказать вам то, что не стоит ее покупать, не стоит на ней играть, это довольно-таки интересная геймплейная пушка, которую можно будет использовать на любой карте, на любом формате, главное это научиться правильно пользоваться ею. То есть, условно говоря, при покупке урана вам надо как можно ближе сближаться со своим противником, ну а если вы же не играете с ни с какими устройствами, вы играете, например, с такой вот, с такой простой пушкой без никаких там модификаций и улучшений, то, в принципе, вообще не имеет значения, на какой вы карте будете играть, спокойненько можете стоять на респе у себя на базе и вдаль в любую сторону на изи-каточке дамажить. Ну и еще, наверное, момент при сравнении двух данных комплектов, которые я могу сказать, почему лучше использовать викинга. Все же, викинг это сейчас самый универсальный корпус, как по мне, и его можно использовать вообще при любом формате, то есть вам не надо там париться и думать, что, например, условно говоря, вы там на Титане не сможете увозить флаги, а вот на Викинге вы сможете сделать как бы все, да? Титан это тот корпус, который хоть и имеет побольше, побольше именно таки брони, но в каких-то определенных моментах, когда вам нужно быстро куда-то поехать, увезти флаг, вы его не сможете использовать и правильно реализовать. Ну а для любителей, можно так сказать, всяких демок, тех же вот контролей, точек, как меня сейчас закинуло, можно покупать данный комплект? Безусловно, можно покупать. Если у вас, например, такая же ситуация обстоит, как у меня с Викингом, то что, в принципе, он у меня уже М2 и вы не хотите его покупать, можете спокойно приобрести данный комплектик и спокойнейшим образом уже использовать свой тяжелый корпус в тех определенных форматах, где данное вооружение реально будет нагибать. Ну а что касаемо вообще страйкера на данных званиях, то я могу сказать одно. С ураном данное устройство на данных званиях творит просто чудеса и реально такой урон, который она выбивает здесь, я не знаю, что может выдать еще такой урон. Он на майорах, условно говоря, вот вы видите, сейчас я играю без никаких устройств, без моего урана с быстрыми ракетами и спокойнейшим образом также забираю первое место. К слову, могу сказать то, что данное вооружение не прокачано вообще. То есть, условно говоря, сейчас в данной катке могут играть парни с фулл прокачанными М2 вооружениями, то есть играю уже на М3. Ну а я играю на стоке, на стоке М2шном и, по сути, ничем не уступает данное вооружение любому другому. При всем этом раскладе я могу сказать один факт, что как только мы прокачаем на данном аккаунте звание майор, мы приобретем уран. И к тому же, я думаю, что совсем скоро на данном аккаунте появится лучший дрон, как по мне, именно таки для реализации в матчмейкинге. Ко всему этому я еще могу сказать, что этот отличный дрон сочетается с такими пушками, как Гром, как Страйкер. Это, конечно же, бустер. И вот тогда пойдут реальные вещи, реально крутые движения на данном аккаунте. И я уже не знаю, насколько быстро тогда пойдет звание на данном аккаунте, потому что, ну как вы знаете, Страйкер, если я его здесь докачаю до М2, при том, что у меня 600 тысяч кристаллов еще имеется, и при всем этом раскладе у нас будет уже четвертая эта пушка до М3 прокачана, если мы это все дело быстро сделаем. Плюс ко всему мы возьмем бустера, возьмем викинга, выкачиваем до М3. Это просто будет божественный аккаунт, как по мне. И в определенных ситуациях он реально будет решать многие катки. И это, наверное, тот самый момент, когда будет играть намного-таки, намного-таки комфортнее. Вот когда я, например, записывал видеоролик, где мы получили 2000 звезд, я сказал, что сейчас набивать на данном аккаунте уже звезды не так просто и в каких-то моментах даже не совсем удобно. То вот после таких приобретений комплектов, вот это реально крутой комплект. То есть я возьму себе Страйкер выкачу, я возьму себе выкачу, даже условного Титана можно выкачать. Вот видите, он как бы в таких режимах вообще никак не уступает, при этом еще в всем раскладе большое количество хпшки у него имеется и много урона он на себя принимает. Намного приятнее играть, намного приятнее, намного удобнее, намного практичнее. И вообще без особых проблем для меня все это дается. При всем том раскладе, повторюсь, что это только М2 комплект. И если мы его выкачаем до М3, то это будет просто машина, которая будет выносить все на своем пути. И, как по мне, с такими комплектами спокойно можно доходить до генерал-лейтенантов. Но безусловно это будет в М3 фулл прокачечке, то есть М2 фулл прокачка. И ничем он не будет уступать даже условным тем вооружениям, которые будут донатеры покупать условные там Вика Фрезы на бригадирах, там еще может какие-то другие вооружения. Это отличный комплект. Поэтому, ребят, если у вас есть какие-то сомнения по поводу данного комплекта, вы раздумываете покупать, не покупать, реализовывать данное вооружение, не реализовывать, как, что, где, чего использовать, то я вам могу сказать то, что вы сможете спокойно взять что один комплект, что второй комплект. Единственный момент, который я вам могу посоветовать в данной ситуации, это то, что если вы хотите играть больше демок, контролей точек и тех форматов, где особо вам не нужен корпус, то есть не надо быстро передвигаться, вам не надо ни что возить там, это не мечи в регби, это не флаги, то спокойно вы можете взять комплектик такой же, как я сейчас приобрел на свой аккаунт, именно таки комплект Терминатор, и спокойнейшим образом с данным комплектом нагибать в матчмейкинге, набивать звезды и комфортно играть на данных определенных званиях. Ну а если при всем этом раскладе вы хотите приобрести лучший комплект, несмотря на то, что, например, у вас есть какие-то проблемы даже с хпшкой, то есть, ну, явно у Титана больше хп, чем у Викинга, но вы любите возить флаги, вам нравится быстрое все это передвижение, то вы можете спокойно взять комплект на летчик, именно таки Викинга-Страйкер, и спокойно нагибать уже с данным вооружением, безусловно, прокачивая его постепенно, я советую это, конечно же, делать без ускорения, дабы не тратить большое количество кристаллов, и дабы потом у вас не возникали вопросы, а это походу донатер, у него все М3, нет, донатить не надо, надо просто медленно, спокойно, равномерно прокачивать свой аккаунт. Вот такой вот ролик у нас сегодня получился, я надеюсь, что он для многих стал полезным, если он вам понравился, то обязательно не забывайте ставить лайк и подписываться на канал, дабы не пропускать новые ролики, Ну а с вами был мистер Ванька, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!